приветствую на канале шарабара продолжаем мифы сейчас мы поговорим каких чудищ нам подарила греческая мифология всем хорошо известно и понятно что древняя греция считается колыбелью европейской цивилизацией давший современности множество культурных богатств и вдохновляющие деятели науки и искусства которые кстати до сих пор актуальны что только стоят бесчисленные книги фильмы и игры основанные на греческой мифологии достаточно пустой болтовни переходим к чудищам ламия греческой мифологии этим словом обозначается ведьма дочь посейдона родившая от зевса герафила а затем превращенная разгневанной герой в зверя одной из характерных черт является то что она снимает свои глаза и кладет их в чашу чтобы заснуть если верить мифам она поедала людей неудивительно кентавры существа с телом лошади и человека входят в свиту диониса вместе с сатирами являются воплощением мудрости и благожелательности в некоторых случаях являются воспитателями героев однако существует мнение что кентавры появились в легендах после первых встреч бою пехотинцев и боевых всадников обитают они в горах и дремучих лесах особым почетом пользовались хирон сын нимфы филиры и хроноса и фол появившийся от союза вселенной и им фамилии стоит отметить что некоторые кентавры враждебны героем и вступают с ними в конфликт кентавры смертный лишь только хирон не мог умереть однако мучаясь от раны которую случайно так ненароком нанес ему геракл он обменял бессмертие на свободу для прометея единорог мифическое животное встречающиеся во многих культурах облик этого животного разнообразен восточные традиции изображают его виде козы западные легенды рисуют нам оленя или лошадь однако всегда присутствует основная отличительная черта угадайте какая верно одиночный урок расположены по центру лба и он как правило спиралевидный юнг утверждал что в основе образа единорога лежит не образ конкретного животного поскольку единорогом могли быть и лошади и рыбы и ослы и так далее а непосредственно идея единственности рога считалось что он появился в индии единорог символизировал силу солнечного света чистоты спиралевидный рог это эмблема неизменности светлых сил пространстве и времени это животное символизирует соединение познания и свободы она указывает путь ищущим истину ехидно существо имевшие облик полудевы полузмеи нет это не медуза горгона сейчас поймете родившиеся в результате любви форки и китаю является внучкой гей и бога моря понта ехидна имеет прекрасное лицо но ужасает своим змеиным началом живет вдали от людей и богов в подземной пещере от ехидны произошли многие чудовища греческой мифологии орф лернейская гидра цербер и химера немецкий лев также является потомком ехидны от орфа ее сына это божество хатоническое поэтому оно было уничтожено по разным вариантом мифов разными героями одни говорят о геракле другие обелерафонте третий об эдипе как бы там ни было ее уничтожение символизирует победу героического над тератоморфизмом тератоморфизм это совмещение в себе ужасного и прекрасного к примеру сирены они привлекают моряков прекрасным голосом но они их убивают хорошо плохо хорошо плохо и это все в одном погуглил поумничал грифон выглядел как полу лев полу орел со змеиным хвостом его образ олицетворял господство над стихией земли лев и воздуха орел символика этого мифического животного связана с образом солнца поскольку и лев и орел мифах всегда неразрывно связаны с ним кроме того лев и орел связаны с мифологическими мотивами скорости образ орла и отваги лев флавий филострат говорил о том что грифонов запрягают в колесницу солнца и они на самом деле живут в индии грифон в греческой мифологии олицетворял проницательное и бдительное могущество тесно связан с богом аполлоном фигурирует как животное которое бог впрягает в свою колесницу герадот говорил о них как о чудищах имеющих тело льва крылья и когти орла местом их проживания он называет крайне север азии где они охраняют залежи золота от сказочных аримаспов греки считали что грифоны охраняют золото скифов в дальнейшем их образ дополняется различными чертами они говорят как о сильнейших и зверей подчеркивают их тесную связь с высшими божествами грифоны кстати строят гнезда из золота это животное греческой мифологии стала одним из ключевых элементов геральдической науки как элемент соединяющий символику льва и орла сатиры группа лесных божеств всегда жизнерадостных полных сил это козлоногие создания великом множестве населяли греческие острова сатиры представляют собой существ тереоморфных обратничество и микс антропичных когда соединяются черты человека и животного на их телах произрастает густая шерсть у них длинные крепкие и жесткие волосы на лицах растут козлиные бородки а на ногах копыта как у коз или лошадей хвосты тоже либо козий либо лошадиные лоб могут украшать рожки а вместо человеческих ушей имеется лошадиная типичный представитель данного рода похотлив влюбчив задеялись крайне наглый и прилипчивый гарпии являются духами ветров происходят от союза морского бога тагманта и океаниды электро количество этих архаических божеств по разным вариантом мифов разница от двух до пяти известны следующие их имена аэлла вихрь аэллопа вихревидная подагра быстроногая акипета быстрая и келайна мрачная гарпии традиционно представляются в виде крылатых кровожадных и хищных женщин-птиц которые имеют отвратительную внешность и источают непереносимый смрад согласно преданиям они жили на астрофатских островах в эгейском море однако позднее они оказались там где и все чудовища в аиде мифы утверждают что гарпии приходили к людям по велению высших богов как наказание они отнимали у провинившегося еду до тех пор пока он не умирал от голода хреновая смерть василиск легенды рисуют его виде создания имеющего змеиный хвост глаза и туловище выглядят также как у жабы и голова петуха название само василиск от греческого слова царек получил за то что имел на голове красный хохолок напоминающий корону считалось что они обладают смертельно ядовитым дыханием когтями и клыками а также подобно горгоне могли уничтожать людей одним лишь взглядом кстати в средневековье василиск считался реально существовавшим животным ни на что не намекаю чисто к сведению оры являются покровительницами существующего порядка в природе и обществе определяют равномерное течение времени и закономерную периодичность времен года кроме того их считали богинями плодородия покровительницами урожая и живительных сил природы являются дочерьми богини справедливости закона фемиды архаические оры первоначально были связаны с понятием множественности по этой причине они не имели ни определенного числа не имел последствия же количество сократилось до трех и они получили конкретные имена эвномия законность дико справедливость и ирена мир либо покой тритоны это морские существа сыновья нимф и тритона они составляли свиту амфитрита и посейдона дули в морские раковины и плавали на дельфинах было два вида тритонов первый с дельфинем или рыбьим хвостом и человеческими руками а вторые это так называемые ихтиокентавры с передними ногами коня и рыбьим хвостом не спрашивайте почему так просто примите это как данное эринии богини мести которым соответствуют фурии римской мифологии для удобства буду называть их фуриями это дочери эрэба и никты либо они рождены землей от крови урана либо являются дочерьми скота с от тьмы согласно же и применит у это дочери хроноса их рождение это первое совершившееся преступление ведь когда хронос ранил урана падающей капли крови породили фурий некоторые поэты считают что ириний 3 алекто не прощающая мегера завистница и тисифона стящая за убийство живут в пещере на склоне афинского акрополя а на берегу ассопа находится их дубовая роща керы олицетворение судьбы это души умерших которые стали кровожадными демонами это божество смерти которые рождены никтой десет в своем стихотворении описывает кер в образе уродливых страшилищ с ужасными кровавыми зубами которые спорят между собой за кровь павших воинов на поле сражения их также отождествляли цели ними пифон чудовищный дракон которого родила гея он охранял святилище богинь фемиды и геи в дельфах и опустошал их окрестности преследовал лето мать артемиды и аполлона когда аполлон подрос то получил от гефеста лук и стрелы и отправился на поиски дракона он настиг чудище в глубокой пещере и осыпал его стрелами до тех пор пока пифон не упал бездыханный а на этом месте аполлон соорудил храм где слушать прорицания его отца отца зевса и организовал пифийские игры которые по размаху уступали только олимпийским вот и очередная часть мифологии подошла концу изначально хотел объединить всех этих существ в одном ролике как я обычно поступаю но древние греки обладали слишком бешеной фантазией и поэтому существ они придумали много так что это лишь половина всего списка ждите совсем скоро будет продолжение серьезно скоро прям скоро скоро до скорых встреч